Ни замены сантехники от своего хозяина люди дождаться не могут. Крыша течет, подвал затоплен. Наш корреспондент Ирина Нежина побывала в проклятом судьбой месте. Пожарным, приехавшим сюда совсем недавно, на очередной вызов впору было ставить диагноз. Зрительные галлюцинации. Дело в том, что дом на улице Хапселос 5 по всей документации заканчивается 31-й квартирой. Остальные якобы не существуют. Кто и когда вычеркнул 60 квартир, неизвестно. Но если существующая часть дома зарегистрирована как приватизированное жилье, то вторая, отгороженная плотной бетонной стеной, до сих пор считается служебной гостиницей и принадлежит Рижскому самоуправлению. Пожары здесь неспроста. Оголенные электропровода всегда создают угрозу возгорания. Входные двери сломаны и не закрываются. В так называемом фойе дышать невозможно. Все окрестные кошки справляют здесь свои нужды. Почтовые ящики отсутствуют, письма бросают на подоконник. Недавно жильцы вызвали представителя санэпидемстанции. Реакция была показательной. Ей сразу стало плохо. Ее тошнило в фойе. Она даже не могла идти. Но мы ее уже обнадежили. Сказали, подождите, еще дальше, еще будет лучше. Но это, конечно, хоть сейчас мы улыбаемся при этом, но, конечно, это ужасно. Санэпидемстанция нам дала ответ, что здесь есть опасность для жизни. У нас такой ответ есть на руках. Быт ужасающий. На один коридор из 13 комнат, одна единственная кухня, бельевая и туалет. Краны постоянно сломаны, а под раковинами ведра для протекающей воды. Когда ремонтировали первую благополучную половину дома, во второй рамы дали усадку, и теперь окна где-то не закрываются, а где-то не открываются. Грибок от сырости на стенах ничем не выводится. В некоторых местах стены отходят кусками, угрожая обвалиться. Крыша от ветхости давно при дождях вздувается и пропускает влагу. Семья Алексеевых в пятером живет на верхнем этаже 18-метровой комнатки и постоянно собирает воду с потолка. У меня трое маленьких детей, старше 8, среднее 6, и маленькому полтора годика. И у средней девочки в двухлетнем возрасте из-за того, что постоянная сырость, постоянно ненормально закрывающиеся окна, или они оседают так, что их невозможно открыть, из-за сосулек на окнах, был обнаружен в двухлетнем возрасте бронхиальная астма. Но никакие инспекции не действовали на работников Дома управления. И хотя Коммунальное управление Дельской думы год назад на запрос жильцов ответило, что, по их данным, Дома управления Саркандаугова отремонтировала на тысячу латов крышу, заменила сантехнику более чем на три тысячи и поменяла окна почти на две тысячи. Но все это оказалось обманом. Месяц назад КНАП начал уголовное преследование против директора Дома управления Саркандаугова за фиктивные сделки с фирмой, якобы производившим ее ремонт. Впрочем, и сейчас работники Дома управления отказались давать комментарии по данной ситуации. Нет начальства, не с кого и спрашивать. А пока проживание в подобных условиях некоторым жильцам обходится в более чем 100 латов в месяц. Так за электричество, если в комнате проживает 5 человек, получается чуть больше 45 латов. В правом государстве есть суд, где это можно регулировать. Это единственное нормальное решение. Потому что есть очень много, скажем, таких домов, где, конечно, наше контактное лицо – это домовладелец или управляющий. При всей неразберихе во вторую злополучную половину дома постоянно поселяют бывших уголовников. Долг за жилье у многих из них составляет более 6 тысяч латов. И при этом их никто не трогает. А сознательных жильцов заставляют и убирать дом вместо дворника, и делать ремонт за свой счет. Хождение по инстанциям рождает лишь отписки. Видно, поселившаяся в доме черная кошка перебежала жильцам дорогу. И надолго. Ирина Нежина, Спартак Лукашевич, Первый Балтийский канал.